Драгоценные мои, может быть кто-то внял тем моим месседжем, которые я выдаю вам для того, чтобы вы подольше пожили, были счастливы. Как может быть счастлив человек, у которого что-то болит? Это же смешно, правда? Но вот какой интересный момент мы сегодня обсудим. Из моего опыта человеку очень трудно заняться своим лечением. Знаете почему? У него есть другие проблемы. У него есть близкие, у него есть далекие, у него есть злобные. Кругом люди, которые не дают ему заниматься этим, потому что он должен зарабатывать деньги или должен воспитывать детей. Вообще он что-то должен. Я вам скажу, если вы должны кому-то что-то, то становиться на путь самоисцеления или духовного роста очень сложно. Вы же должны, значит вам надо что-то отдать, значит вам для этого надо что-то делать. А как же можно одновременно делать два дела? В сутках очень мало времени, правда, да? А вам надо заниматься собой. И вот когда новоиспеченный, приближающийся к просветлению и к самоисцелению человек, вдруг понимает, что он же и есть центр вселенной, он же и есть истина, и ему надо заниматься собой, он наконец смотрит на себя в зеркало и понимает, «Господи, что со мной происходит?» И тут он искренне признается своей семье и говорит, «Я решил заняться собой». Знаете, что дальше происходит? Траурная минута. И дальше следует выражение типа, «Маленький, ты что в столб влупился?» Какое самоисцеление? У нас куча проблем. Ребенку в институт надо идти или неважно, куда ему надо идти. Ребенку всегда надо куда-то идти, в садик, в ясли, в школу, в институт. Ему просто нужны деньги и так далее, и так далее. Конечно же, я иронизирую. Однако Иисус, как говорится, ни дать, ни взять, правильно сказал, и близкие наши, самые большие враги. Поэтому не доверяйте своей особенно тайне, свое просветление, свое желание самоисцеляться. Держите это внутри себя. Не можете уйти в келью или уехать, предположим, куда-то в Дальнюю Сибирь, чтобы скрыться там от всех. Потому что только там вы можете скрыться. Вас достанут везде. То, по крайней мере, не пытайтесь искать сочувствие у ваших знакомых или, не дай бог, вашей семьи, да, которая скажет, ты знаешь, родненький, правильно, увольняйся с работы, ложись, мой дорогой, и лечи себя. Старайтесь найти свои собственные пути. Может быть, у вас получится. Но я в глубине мечты, своей души, все-таки думаю, что Сибирь и какая-то сторожка гораздо лучше. На сегодня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!